Разумеется, это всё ради того, чтобы прикрыть те зияющие драмы, которые в стране происходят. И здесь меня поразило в комментариях, в частности, господина Попцова, что мы раскрыли кошельки. Это чьи же кошельки? Это кто раскрыл? Это ведь господин Путин без нашего спроса раскрывает общий кошелёк нашего бюджета. Ну да, там ещё и Дерипаски, всякие близкие и обязанные олигархи, но это же опять-таки национальные богатства, а не просто так, из космоса взявшиеся деньги у этих господ. Так что это всё наше, и при том, сколько у нас таких вот чудовищных, зияющих просто пропастей, проблем с детьми, с больными. Вот только что был некий сюжет, Эхо Москвы проводило относительно состояния детей с больных онкологией, как ситуация с лекарствами. Ну вообще, что ни возьми, стариков, инвалидов и детей в первую очередь, ну это просто катастрофа. И, конечно, ну вот эта истерия с телеканалом «Дождь». Ну я согласен со многими экспертами, что вопрос был задан, ну не лучшим образом, поскольку надо было спросить о цене победы, о том, как, почему такое количество жертв и страданий, при том, что было там 60 километров берега Ладожского озера, свободного от немцев, почему власть сталинская отказалась снабжать продовольствием жителей Ленинграда, ну и так далее. То есть надо было спросить вот о реальной цене этой драмы, а не о том, что надо было, может быть, лучше было сдать Питер. Ну это, конечно, болезненно очень и не совсем чётко. Но всё-таки завязался разговор о проблеме, которая исключительно важна. Вообще проблема цены, стоимости, это, ну и все эти Жуковские, или вообще все эти победы во всей войне и поражении первых лет, это ведь не случайно засекречено до сих пор, все эти архивы. Ну ведь это ж бред собачий вообще, 70 лет и засекречено. Почему? Потому что неладно там всё, потому что это та самая советская власть, наследником которой мнит себя нынешняя вот эта комарилья правящая, которая тратит наши деньги. Ну, правда нужна, открытость нужна, ясность, прозрачность нужна. Кто, разве кто из этой кооператива «Озера» согласится на прозрачность их миллиардов, всех участников этой ГОП-компании? Ну, поэтому, конечно, всё то, что связано с Олимпиадой, если не считать действительно чудовищного и героического и напряжённейшего труда самих спортсменов, всё остальное – это, конечно, прикрытие тех огромных проблем, которые переживает страна. И такие ширмы, вот эти нынешние, они прямые наследники большевиков. А главное в этой, опять-таки, славной команде бандитствующих, так называемых прозрачных, ну, чекистов, наследников Феликса – это, конечно, мастерство в изготовлении ширм. Они ширмотворцы высокого класса. Год за годом они строили ширмы, сочиняли мифы и морочили головы всем, и им удалось заморочить головы даже огромному количеству людей во всём мире. Ведь сколько было поклонников, сколько народу возвращалось в Советскую Россию в надежде, что здесь, наконец, всё пошло по, ну, вот, в сторону добра. А на самом деле это было зло. Как вам показалось, был ли перебор, вот, чуть-чуть великодержавности в сценарии открытия Олимпиады? Ну, во всяком случае, то, что сделала команда Эрнста, чрезвычайно отличалось от предыдущих пафосных, очень супер пафосных празднеств, которые устраивались и в 80-м году, ну, и всегда вот это торжественное и пафосное, что есть и в гимне Михалковском, и, ну, в общем, слишком много. Здесь этого было несколько меньше, но больше всего меня потрясло то, что Путин в этот раз не опоздал. Может быть, я просто не вёл хронометраж, но за эти 13 лет я не помню ни одного мероприятия, на которое Путин не опаздывал бы, ну, я не знаю, на огромное количество времени, там 40 минут, 50 минут и так далее, там гораздо больше. Я помню одно из мероприятий, где мне случайно пришлось оказаться рядом с Романом Аврамовичем, и он просто как петушок на спице, он без конца вот так вот крутился, вскакивал туда-сюда, а Путина всё не было и не было, и не было, и не было. И, наконец, когда он появился, 56-я минута пошла, когда зал весь вскочил, стоял, торжественно приветствуя лидера. А в этот раз он, кажется, не опоздал. Это меня просто потрясло. И я решил, что с ним что-то случилось. Ну, на мероприятии в Кремле он также не опаздывает, потому что он живёт в Кремле и на послание президента приходит вовремя. Ну, может быть, только так, да. Да.